Год назад министр энергетики Николай Смирнов собрал всех руководителей энергокомпаний, не знаю, говорил ли я вам в этом, собрал всех, и говорит, вот мы должны создавать ВПРМ. И ему ответили, если сказал, то просто повторюсь еще раз, напомню. Да, у нас сейчас работает, вот 60, грубо говоря, тысяч в отрасли у нас работает в энергетике и ЖКХ. Из них половина, там 25 тысяч, вот Саша сказал, работает в энергетике, допустим, да. Но если мы начнем повышать правительность труда, не меняя объемы оказываемых услуг и выпускаемые продукции, электроэнергии и тепла, то ведь на самом деле мы сократим количество людей. Я, кажется, краем уха слышал, кто-то уже эту тему задевал. Куда мы денем освободившиеся? И даже ответ чей-то неплохой был, на мой взгляд, потому что мы освободим их для создания нового чего-то хорошего и светлого. Но энергетика, она, ну как бы не резиновая, да. И нам тогда придется отвечать на этот еще вопрос. Тогда, если мы поменяем энергетику на энергетику будущего, занятых в ней количество для этих потребностей уменьшится, куда девать остальных? И как создать тогда 58 тысяч рабочих мест? Либо это нерешаемая задача в принципе, либо надо как-то нестандартно ее помыслить. Вот я предлагаю тоже в дополнение к тому, что сказал Саша, нашу некую такую, может быть, некие рамки задачи, которые, как он говорил, когда мы начинаем мыслить о масштабах задачи, мы начинаем понимать, что она либо нерешаема, либо она просто так нерешаема. Надо понять, что это за решение тогда, если оно возможно. Оно не лежит в русле простой экстраполяции, увеличения. Спасибо. Вот хотел просто добавить к этому разговору. Может быть, пригодится. И вот мне кажется, вот этот ход, который говорит Алексей Евгеньевич, о том, что, например, помыслить, а какой, собственно, продукт, какой продукт может наша область дать миру? Например, вот наша Светловская область. Что это за продукт? И тогда, возможно, вот этот вот разговор о технологиях наполнится смыслом, потому что мы тогда начнем обсуждать конкретные технологии. Что это может быть за продукт? Я не знаю, самолеты или автомобили, не знаю, что-нибудь еще. То есть вот этот вопрос, мне кажется, что здесь как раз его можно решить коллективным обсуждением. Коллективным обсуждением, потому что он такой, с одной стороны, конкретный, а с другой стороны, в общем, он задает работу групп, мне кажется. Работу групп и направляет их, в общем, на решение настоящих проблем. Значит, мы долго думали и решили, что наш образ будущего в науке развития — это будущее, в котором все-таки такая наука есть, ибо сейчас ее нет. В течение многих дней мы обсуждали, что же такое развитие, и на слайде вы можете прочитать, что развитие все-таки это целенаправленное качественное изменение. То, чем мы занимаемся — наука развития. Это система фундаментальных законов о развитии, становлении и бытии. Здесь, я думаю, нужно немножко пояснить. Мы знаем, что есть уже фундаментальные законы в менеджменте, в религии, которые… Там есть ответы на все. И предполагается, что наука развития систематизирует эти знания. Она возьмет то, что у нас работает, то, что действительно фундаментально, и то, что нам поможет развиваться. Далее. Суть науки развития. Значит, мы хотим немножко выйти для вас из космоса, ибо понимаем, что в течение последних, наверное, трех дней работы мы находились для вас именно где-то там, а вы именно где-то здесь. И мы хотим немножко к вам спуститься с целью, чтобы достичь какого-то взаимопонимания, ибо без него дальнейшая работа игры невозможна. Значит, цели наших участников и нас, собственно, это соучастие, именно только лишь соучастие в создании науки развития. Предметом же мы определили науки развития. Это качество жизни, деятельности и, в конце концов, личности. Но отвечая на цели развития, мы все уже поняли, что это преодоление вызова. А вызов – это необходимость, невозможность. И это должно быть одновременно. Пожалуйста, дальше. Сейчас слово я хочу передать моему коллеге Максиму. Наука развития отлична от других по спектру своих задач. Задачи науки развития, как мы видим, это получение технологии развития, знания развития, воспитания ценностей развития. Что мы можем предложить? Взаимодействие в диалоге, что, соответственно, сегодня у нас происходит. Выбрать определенные представления о запросе на развитие. Тут вот сейчас, Олег, дальше пояснить немножко. А теперь… Микрофон, пожалуйста. А теперь дальше продолжим спускаться из космоса. Клик, пожалуйста. Значит, что мы имеем? В идеале образ будущего. Мы имеем институт. Институт науки развития. И имеем заказчика, у которого есть проблемы. А у нас, как у центра знаний, есть знание. Он приходит к нам, и это мы. Это он. Здесь происходит работа. Заказчик приходит уже с запросом. Мы, конечно, можем его немножко самоопределить, разобраться в этом, и решаем его проблему. Вот кто мы на начале, как институт развития. Вот кто мы в процессе. Вот кто мы после. Это мы. Вот это у нас появилось в процессе решения задачи. Решение проблемы. Решение вызова, скорее всего, даже заказчика. И таким образом мы имеем саморазвивающуюся науку. В процессе практики она еще саморазвивается, дополняет себя. Давайте дальше продолжим. Очень сложный процесс. Очень сложный процесс взаимодействия. И к нам пришел такой интересный образ. Образ супа. Вот это суп, который у нас сейчас есть. Хлебаем мы ложками его. Нравится, нет, но пока хлебаем. Вот это другой суп, который мы хотим хлебать. Лет так через пять. Хлебается этот нормально, но этот будет лучше. Как мы действуем сейчас и как действовали всегда? Мы начинаем действовать тогда, когда вот это хлебать невозможно. Пока он холодненький, пока он кисленький, еще более-менее можно. Но начинаем вот это все выливать, мыть, покупать новую кастрюлю. Не алюминиевую, хорошую. Когда невозможно не делать другое. Когда невозможно не развиваться. Вот тогда начинаем развиваться. Нужен нам такой подход? Ну, думаю, с таким подходом 25 миллионов рабочих мест мы не сделаем. Да и два с половиной, наверное, не сделаем. Да и, наверное, сто тысяч не сделаем. Что предлагаем? Вот этот суп сейчас. Вот этот суп через пять лет. Вот это развитие. А суп — это определенная последовательность его приготовления. И там важен каждый ингредиент. И роль института науки и развития — именно предоставить технологию, по которому этот суп мы приготовим. Как-то так вот. Вчера был затронут вопрос Лени. И он здесь очень актуален. Ибо она, с одной стороны, наша беда. С другой стороны, это то, что нас спасало. Спасало как? Когда пружинка сгибается, она может сжиматься до определенного уровня, а потом этот скачок. Ну вот сейчас и, собственно говоря, выбор. Будем дальше пользоваться такой пружинкой или будем создавать что-то новое. Отойти будет сложно, но нужно развиваться. Ибо, стремясь к невозможному, мы достигнем максимума. Правильно ли я понимаю, что групповое самопределение группы наукоразвития — предоставление технологий в том же Министерство развития энергетики для развития энергетики будущего? В том числе, да. Вопрос на понимание. Правильно ли я понял, что до тех пор, пока вы не скворили новый суп через пять лет, нам придется кушать старый суп? Или не есть вообще? Значит, хороший вопрос. Спасибо за то, что его задали. Суп — это все-таки образ. Причем это не питание. Это не питание. Ибо мы там варимся сами. И есть себя, ну это, наверное, людоедство. Это что-то близкое. Это воспитание. Задумайтесь над этимологией этого слова. Это воспитание. Хорошо. Еще уточняешь вопрос. Значит, не будем мы есть себя. Я уже понял, что мы себя есть не будем, но если переводить тогда на язык наук развития, допустим, образования, я так понимаю, правильно ли я понял, что до тех пор, пока вы не создадите новую науку развития, мы все будем пользоваться той, которая есть? Ее нет, и тут самое интересное то, что все-таки запрос должен произойти извне. Если будет запрос, будет развитие. Тогда мне непонятно, про какой старый суп говорили вообще. Ну, в данном случае все равно люди развиваются в какой-то мере, и это, может быть, как-то неосознанно происходит. Ну, то есть нет такой глубокой и четкой методологии развития. Ну, ее просто сейчас нету. Но развитие-то есть, и мы этого не отрицаем. Мы пришли к тому с вами, что нам нужно со всеми с вами взаимодействовать. И сейчас две команды, первые, даже все команды пытаются понять, как же взаимодействовать. Мы рисуем какие-то стрелочки друг к другу. Мы думаем, кому пойти, чтобы решить ту или иную проблему. Но дело в том, что мы здесь с вами, собравшиеся на ОДИ, распределившиеся на команды, мы неотъемлемая часть, каждый из нас, от какой-то единицы развития. Убрать личность развития не будет, потому что непонятно, как развиваться. Общественную организацию, а как пропагандировать что-то? Министерство развития и энергетики, как убрать? Каждая из нас, каждая команда сейчас цена. Как ингредиент в супе. Мы с вами не какие-то стрелочки, мы с вами не как-то должны друг к другу ходить, а мы с вами сейчас варимся в какой-то кастрюле. И каждый из нас с вами – это ингредиент. И в зависимости от того, какой ингредиент будет, то есть какой результат работы каждый из наших групп предоставит, такой суп мы в итоге и получим. То есть, грубо говоря, старый суп – это пружинка, новый суп – это то, к чему мы хотим прийти без сжатия до предела, грубо говоря. Спасибо. Синяя рука. И еще небольшое пояснение. Это и пружинка, и в том числе какие-то все-таки попытки от нее уйти. Ибо какие-то попытки все-таки есть. Но стихийно, если образ стихийного мышления, это все-таки пружинка пока, да. Имеем то, что имеем. Спасибо. Анастасия Нижник, образование личности. У меня вопрос на понимание. Правильно, я понимаю, наука развития – это аналог научно-исследовательских институтов. Научно-исследовательский институт, предположительно, это орган, да. Он не орган, а это то место, где будут происходить фундаментальные накопления, накопление фундаментальных знаний и фундаментальное их систематизирование, исследование. Вот это да. То есть такой институт – это часть нашего видения в будущем. Спасибо за вопрос. У меня такой вопрос. Вот этот образ пружинки, которая сжимается, 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 и вы предлагаете не ждать, когда она сожмется. То есть это речь идет о некой революции. Еще раз, можно вопрос, пожалуйста? Революция? Пожалуйста, не слово, а вопрос. Правильно я понимаю, что образ пружинки говорит о революционном подходе? Нет. А еще по поводу технологий хотел спросить. А правильно я понимаю, что технология до конца-то не будет никогда закончена? Процесс познания, то он бесконечный. Процесс познания бесконечен, и будет постоянное совершенствование, да, но все-таки это будет лучше, чем есть сейчас. То есть в каком-то приближении, да, будет что-то? У меня, собственно, вот такое предложение. Важно, мне кажется, задавать вопросы с позиции группы. С позиции группы. Мне кажется, важно более продуктивно, потому что, дескать, ну вот, зачем образованию личности вот этот вопрос? Да. Ну, окей, ну, лучше тогда это объяснять, чтобы было понятно, зачем в вашей группе именно этот вопрос. И, собственно, я бы хотел задать вопрос. Я правильно понял, что вы готовились к взаимодействию вот этому, которое сейчас здесь происходит? Я правильно понял, что вот эта схема, которую вы хотите, ну, как бы, дать заказчику и облегчить его работу? Ну, то есть я правильно понял, что вы эту схему разрабатывали для взаимодействия, чтобы, вот, например, Министерству развития было, например, ну, легче работать, вот сейчас осуществлять деятельность, да? Эта схема, это не для того, чтобы легче работать, это схема процесса взаимодействия. Как будет происходить взаимодействие? Ну, да, ну, то есть я правильно понял, что вы ее делали, ну, как бы для кого-то, ну, скажем, например, для заказчика? Конечно, чтобы он понимал, да, чтобы было понимание. Ага, ну вот сейчас, мне кажется, как раз самое время услышать, в общем, версию, собственно, Министерства развития, насколько вот эта схема ему, собственно, облегчила жизнь. Попогла, спасибо. Как вы уже слышали, что меня означали замминистром по науке развития. Поздравляю вас. У нас, конечно, совершенно почти другое видение, что мы хотим, какие задачи поставить перед наукой развития. Ну, первое, что хотелось бы им предложить для решения, это посмотреть, как нужно изменить систему образования, создание образовательных программ. И в том числе возрождение инженерной школы энергетика. Для кого не секрет, что сейчас, в данный момент у нас есть образовательная программа, и она более какая-то западная. Я вот говорю, в частности, про ЕГЭ. Очень много поступает жалоб на эту систему, что она неэффективна. Ну, может, это действительно так, посмотрите. Что касается инженерной школы энергетики, уже было сказано, что она находится в упадке, что ее нужно развивать и как-то развивать кардинальным образом. Что нужно сделать так, чтобы эта школа стала лидирующей в мире. Следующий пункт на представление вам научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Я думаю, совершенно все понятно, что нам нужны инновации, нам нужны идеи. В том числе, как это будет происходить, это пока непонятно, но думаю, что наука развития нам предстоит. И развитие технологического предпринимательства. Сегодня уже выносилось на обсуждение то, что при институтах создавались такие какие-то частные секторы, да, коммерческие. То есть институт занимается разработкой и, соответственно, потом начинает внедрять свои разработки как в энергетику, но не обязательно в энергетику, в том числе другие какие-то предприятия. Итак, нужно, я не говорю, что они находятся, вот их просто нет. Да, сегодня обсуждалось, что они есть. Нужно вот просто кардинально взять и что-то масштабное сделать. Или может даже восстановить старое. Лиза, наука развития. Правильно я понимаю, что мы с вами друг друга не понимаем? Вы нас позиционируете как науку развитию технологическую, а мы себя позиционируем как методологию. Да, вы совершенно правильно поняли, что мы вас совершенно представляем по-другому. Нужно с этим с вами работать. Антон, наука развития. Вот, собственно, тоже касательно досуждения, не вопрос, относится он к следующему. То есть мы как наука развития, мы не занимаемся какими-то практическими вещами. Да, мы можем предоставить технологию. Если министерство, допустим, попросит нас провести какие-то анализы или опыты в сфере школьного образования, мы можем запросто, да, это сделаем, это, конечно, проанализируем. Но мы не пойдем в министерство образования, не будем ничего просить их менять, потому что это не в наших компетенциях будет. Мы можем дать удочку, но рыбку ловить мы как бы не собираемся. Не знаю, вовремя, не вовремя. Я что-то долго думала после доклада самой группы. И сейчас вот как раз может быть актуальна эта тема. Посмотрела вот на нижнюю картинку, которая нарисована, значит, огонь, над ней котелок, да. Ну вот мне напомнило, честно говоря, из Буратино нарисованный очаг. И вот то, что нам представляет группа, я не знаю, может быть, это какая-то картина мира, да, которая, ну вот не настоящая, что ли, не знаю, но она вроде как настоящая, но и не совсем настоящая. Но подсказки-то мы знаем с вами, что за этой нарисованной картинкой скрывалась дверь. Вот хотелось бы, чтобы наука развития нашла ключик, который мы смогли бы с вами открыть дверь и расколдовать тайну развития. То есть сделать первый шаг к развитию. Хотелось бы, чтобы группа как-то вот, как сделать этот первый шаг к развитию, она все-таки завтра попыталась донести. Есть такое подозрение, что некая штука, которая претендует на то, чтобы быть ключиком, она, в общем-то, найдена, не найдена дверь. Потому что для того, чтобы найти дверь, надо острым носом вот этот нарисованный очаг порвать. Вот. А в качестве ключика вот можно предложить, мы его, собственно говоря, докладывали, но как-то, значит, это дело проскочило. Так назвали в группе единицы развития. То есть это средство анализа любых затруднений. Вот. Вот такая штука. Имеет три уровня. Значит, движение вот так осуществляется. То есть уровень вызовов. Вызов, то есть, грубо говоря, это необходимость и невозможность осуществить нечто должное, взятое одновременно. То есть если носитель этого вызова, значит, в состоянии сознания это удержать, то он в состоянии зафиксировать вызов. Это очень большая движущая сила, очень большая энергия. Вся трудность в том, что вызов развитию энергетики не сформулирован. Не сформулирован. Если он будет сформулирован, гипотеза, и как бы мы проверяли это на работе своей группы, то вызов может быть переведен в ряд задач, несущих и трансформирующих энергию этого вызова. Потому что сдается, что любые задачи, которые не включают вызов, они решимы наличными средствами и ничего не приносят, не дают никакого развития. Затем при конкретизации попытки постановки какой-то конкретной задачи, естественно, значит, выявится ряд проблем. Почему? Потому что эти задачи несут в себе уже энергию вызова, они его трансформируют в задачные формы. То есть что-то в задачных... Задача ведь что такое задача? Это как бы некая форма, требующая разрешимости, методом решения, которое выбирается набор условий. То есть подбираются условия разрешимости таким образом, чтобы задача была разрешима. Если, значит, при таком подборе условий наталкивается человек на проблему, а что собой представляет проблема? Проблема не имеет решения никакими условиями, вообще не имеет решения. Каким образом решается проблема? Мгновенно. Проблема есть разрыв, проблема решается методом скачка. То есть откуда, скажем, берутся вот аксиматические базисы, например, научных картин мира, скажем, физики? Ниоткуда. Ниоткуда не следует первый закон Ньютона. Ниоткуда. Он исследует принципы относительности Галилея, который ниоткуда не следует. Откуда следует постоянство скорости света? Тоже как бы ниоткуда. Любой аксиматический базис, он ниоткуда не следует. Понимаете? Это можно доказать и показать. Ниоткуда. Это те проблемы, которые решались мгновенно и скачком. И все проблемы решаются только методом скачка. Никак иначе. Но только в том случае разрешимость наступает, если эта проблема погружена в задачное поле. Вот такую логику мы обнаружили и утверждаем, что с помощью этого ключика можно ставить, решать любые проблемы и задачи. Другое дело, что очень трудно конкретизировать вызов определенным образом. Вот сейчас человечество стоит перед массой вызовов. Но принять на себя этот вызов, удержать его очень трудно. Потому что даже если кто-то найдется такой, так сказать, лихой казак, который это внутри себя удержит, то, как бы, если он при этом не будет все равно выходить в какие-то общественные формы взаимодействия, в общественные организации и так далее, и так далее, толку от этого будет мало. Общественная же организация, конечно, такого, как удержание вызова, такой себе не ставит. Потому что как это можно? Это нельзя себя заставить. Дай-ка я удержу. Этому должна предшествовать какая-то работа, непонятно какая. Но вот для этого, мне кажется, для того, чтобы понятно было, как пользоваться этим ключиком, он открывает вот эту вот волшебную дверь, я утверждаю. Только надо, значит, порвать вот то, что там было нарисовано, этот бутафорский очаг. А порвать его можно так, в том числе, если включить настоящий огонь под настоящей кастрюлькой, а не нарисованный. Вопрос на понимание к Министерству развития. У меня есть вопрос к Константин Филипповичу, можно я озвучу? Да, да, да. Костя, спасибо за этот комментарий. Он, на мой взгляд, очень интересен, потому что я до этого увидел, на самом деле, интересную для меня формулировку о том, что вызов – это необходимость и невозможность одновременно. Пояснение, я понял, что говорит о том, что это важная находка группы, и это важный момент, который требуется осознать. И вот то, что ты сказал, что вызов в развитии энергетики не сформулирован. У меня вопрос на понимание, правильно ли я понимаю, вот есть первое некое понимание, в первом приближении хотя бы, да, что это означает, то, что ты говоришь, вызов в развитии энергетики не сформулирован, что нет ясности, зачем нам развивать энергетику. Совершенно точно, потому что мне-то сдается, что, как бы, вызов должен быть погружен в контекст более обширного вызова, чтобы, ведь, с моей точки зрения, как бы, развитие энергетики есть вторичное развитие, и само по себе оно абсолютно бессмысленно, если при этом не происходит развитие того, для чего развивается энергетика. А, да, ты меня опередил немножко, Акош, подожди, я вижу замедление, что ты уходишь, ты слышишь меня, можешь еще ответить на пару вопросов, да, разворот? Нет, никуда не ухожу, здесь я сижу. Да, я просто вижу с задержкой по времени, ты куда-то пошел, не на то отреагировал. Итак, следующее уточнение как раз и касается того, что ты сейчас стал говорить, да, для чего нужна вот эта развитая энергетика, для чего-то неэнергетического, да, для чего-то внеэнергетического, на этот вопрос надо отвечать еще к тому же, да? Конечно. Да, и следующий момент вот какой, который я хотел бы тоже продолжить, уточняя этот же самый вопрос. Правильно ли я понял, что при этом более осмысленным будет говорить не просто зачем развивать энергетику, а зачем мне, семье, участвовать в развитии энергетики, зачем мне, обществу, участвовать в развитии энергетики, зачем мне, скажем, науке там и так далее, конкретно конкретному человеку, инженеру, молодому специалисту сфере энергетической ГРЭС, например, который тут рядом сидит с вами, да, зачем мне это надо, да? Вот это необходимое дополнение на твой взгляд или это как бы не имеет значения в вашей энергетике? Нет, это принципиальное дополнение и тут в принципе есть развертка некоторого содержания, ее сейчас неуместно выкладывать. Вообще путь вопрошения, путь вопросов, это путь вот, ну как это, повышения, вот повышение вероятности выхода к тому же самому вызову и его удержания, то есть вопрос и вопрошение – это то совершенно необходимое искусство, значит, которому можно овладеть, которому нужно учить и которое как бы является, ну как это, внутренним, что ли, двигателем с одной стороны, с другой стороны, некоторой траектории, по которому может потечь смысл, открывающий вот задачи, открывающие проблемы соответствующие. Потому что пока вызов не схвачен, не поставлены соответствующие задачи, то есть делать нечего и не вскрыты соответствующие проблемы. Они копятся в комки, они, значит, порождают вот всякие срывы там и так далее, и так далее, и так далее. А вызов так и остается не схваченным. Спасибо большое. Мне кажется, это очень важно, то, что группа вышла на такие важные вещи. И у меня есть такой вопрос уже получается, но вроде бы и не вопрос, да, надо бы отвечать на вопрос, как им образом создавать энергию вопрошания, энергию вопрошания, осознавания выбора. Я так понимаю, что группа, видимо, должна дальше над этим работать. Ну да, а как же, тут другого пути. Раз такая логика, значит, мы, получается, как-то должны эту логику освоить или опровергнуть, предложить более совершенный путь, но отказаться от него невозможно. Ну здорово. Я очень надеюсь, что у нас получится как-то понять, как это возможно сделать, да и как можно сделать так, чтобы осознание произошло. И я так понял тебя, что как только оно происходит, это осознание, зачем мне это надо, то энергия берется мгновенно. Примерно об этом ты говорил. Конечно. Так дело в том, что проблемы вообще с тем, чтобы взять энергию, не существует. Почему? Потому что мы блокируем, как бы, ту энергию, которая нам дается. Энергия мысли. Все полно духом, все полно мыслью. Просто мы блокируем это и не видим этого. И вот в том числе… Задача как раз разблокировать. Да, и в том числе разблокировка наступает при упорном вопрошании. Если нет ответа на какие-то вопросы, если человек упорно продолжает его удерживать, вопрошать можно всю жизнь на фундаментальные вопросы, десятками лет, если человек понимает, что это важнее дешевых поверхностных ответов, он будет дожидаться настоящего ответа. Может помрет, ну и что, передаст это дальше. Спасибо. Спасибо.